Просаживайтесь. Так, давайте продолжим. Сейчас у нас, так сказать, первый час закончился. Он вызвал, так сказать, первую реакцию. Ожидаемую реакцию, да. Кто-то хочет быстрее, быстрее, значит, давайте по конкретике и так далее. Конечно же, об этом идёт речь. Но, не забывайте, у нас цель не научить за один день сразу вас этим инструментом и сказать, вот, вам руки, работайте, вперёд. Нет, речь не об этом идёт. Это ознакомительный семинар, который ставит акценты, расставляет акценты над тем, что надо изучать, что мы вам рекомендуем изучать и что приведёт вас к успеху. Вот какой акцент. А не то, что за 15 минут взять и объяснить. Ещё тут, правда, идёт спляс таких эмоций. Я вот тут зачитал, конечно, эти вещи, опубликовал. За дело заживое, тут идёт бурная агрессия. Вплоть до того, что а сам-то он кто? Типа, потому что работает или нет? Работаю, уважаемые господа, работаю, да. Я не просто, так сказать, учитель там или заучил что-то рассказываю. Да, я работаю на рынке спокойно. И причём не всегда, тогда, когда я захочу, когда у меня состояние есть, такое ощущение моё внутреннее, говорит, ну, поработаем, поработаем. Когда я сажусь, смотрю, оценив ситуацию и думаю, нет, ситуация не совсем. Отдыхаем. То есть, это вопрос не стоит. Мало того, я для своих учеников, которые попросили, так сказать, сделать такой контакт, но это крайне редко, я это не практикую, но всё-таки некоторые моменты и есть. Я сделал специальный маленький счёт, который доступен для ученика. И я его вижу, мой счёт. И говорю, пожалуйста, работай. Клади на небольшую сумму, маленькую такую копеечную, работай. Он работает, и я вижу, что он делает. Потом, когда у него депозит в ноль сливается, говорю, а теперь мы посмотрим, что делаем. У меня вся история его, потому что я контролирую этот счёт. И мы начинаем анализировать. Он говорит, как же так? Говорили об одном, делали прямо противоположное. Парадокс. Вот говорим об одном, учим о одному, акцентируем одно, понимают прекрасно, начинают работать, делают прямо противоположное. Это тема следующего семинара. Продолжим вот здесь. Конкретику проявить. Вот я перешёл к конкретике, почему? Что вот это такое? Это построение лент Боллинджера. Это нужно знать для чего? Для того, чтобы получить вот этой посылки, что картинка вот эта напрямую связана с ценой. Эта картинка нам не говорит покупай или продавай. Ленты Боллинджера не дают. Там четыре ключевых момента есть. Четыре ключевых момента. И даже не те, о которых говорят в книгах большинство, а прямо противоположные. И первый, самый главный момент лент Боллинджера – это ощущение рынка. Я бы сказал, и всё. Но всё-таки есть эти моменты главные. Ведь что нас интересует в основном-то? Нас интересует, когда импульс зародился и когда он закончился. Вот что нас интересует. А об этом нам не говорит ни один другой индикатор. А ленты Боллинджера нам прекрасно говорят, когда импульс есть и когда его нет. Вот ключ к пониманию ленты Боллинджера. Ещё раз. Ленты Боллинджера дают ощущение состояния рынка. Вот эту картинку. Возвращаемся к ней. Сюда. Что нам надо сделать? Принять решение. А для этого сначала ощутить, что на рынке. Если мы ощущаем, что на рынке, мы принимаем правильное решение. То есть правильное не по теории, не по, так сказать, каким-то цифрам, а правильное по рынку. Если мы ощущаем состояние рынка, мы двигаемся вместе с ним. Или сюда, или сюда. Вот что нам помогает ленты Боллинджера. Как мы это связываем? Очень просто. Вот теперь я вам сейчас покажу несколько картинок. Давайте сделаем так. И я их вам прокомментирую. Ну, не все, конечно же. Так, где у нас стол? Куда девалось? Мое. Нет, у меня вот здесь было. Да мне не, это нужно было. И тоже мне это нужно было. Одет в диспетчер. Ну, ничего, сейчас найдем. Вот, давайте посмотрим. Я сейчас его вам вот сюда положу. Рабочий стол. Видно, да? Вот она, эта формула, по которой строится. Это в качестве примера. Теперь смотрите. Вспоминайте, что мы говорили. Большинство говорят, ленты Боллинджера, если пересекаются сверху вниз, значит продаем. Снизу вверх, значит покупаем. Вот, давайте посмотрим пример. Хорошо видно? Не очень. Видно, да? Вот смотрите. Начнем слева. Вот свеча пересекает ленту Боллинджера и пошла вниз. Продаем. Что получаем? Убыток. Следующая свеча пересекает, идет вниз. Продаем. Опять убыток. Дальше. Вот свеча, которая пересекает ленту Боллинджера. Продаем. Опять убыток. Вот свеча снизу вверх пересекает. Вот белая. Покупаем. Попали. Дальше. Продаем. Убыток. Вот на одной картинке раз, два, три, четыре убытка, одна прибыль. Можно так вот трактовать систему Боллинджера? Нет. Это то, что рекомендуют большинство учебников, большинство всевозможных публикаций, которые относятся к клиентам Боллинджера не так, как к инструменту, а так, как они хотят. Так, как они его изучили, а скорее всего даже не изучили, а просто услышали от кого-то, потому что большинство из этих вот псевдоучителей и акторов даже не держали в руках книжки, такой простой книжки самого Боллинджера. Называется Боллинджер о лентах Боллинджера. То есть первоисточник. Мало того, он в ней сказал, пересечение с лентой, пересечение с лентой Боллинджера, ну ладно, пусть экран. Мало того, значит, он сказал, пересечение с лентой или касание ленты, это вовсе даже не сигнал, это скорее продолжение тенденции, нежели разворот. Давайте смотрим следующий пример. ПАДАЮЩИЙ РЫНОК ПОЖАЛУСТЬ Вот свеча заходит снизу вверх, покупаем оба и так. Свеча заходит вверх, пересекает, покупаем оба и так. Давайте откроем весь экран, чтобы народ видел. Вот так, да? Вот смотрим. Видите? Следующее. Свеча пересекает, покупаем опять убыток. Опять убыток. Опять убыток. Смотрите, что же творится-то такое? Сплошной убыток, ни одной. Вот здесь в конце, возможно, пойдет вверх. Возможно. Ну, я не стал просто больше график дальше показывать. Но это вам демонстрация того, как трактуют ленты Боллинджера. Еще раз. Еще раз. Ну, теперь уже не картинка. Я для всех включил общую камеру. Еще раз. Акцентирую ваше внимание. Ленты Боллинджера создают или помогают ощутить рынок. Что на нем творится? Это главное. А потом уже будем говорить о торговых сигналах. Вот это состояние напрямую связано с ценой. И движение вот это, не выдуманное мной, задает вопросы. А 4 часа? А час? А день? Будет ли это работать? Будет. Потому что влияет на вот эту картинку не час, не 4 часа, не день. А главное действующее лицо – это трейдер. А он ведет себя абсолютно одинаково. Это он рождает вот эти движения вверх или вниз. Вот здесь, когда мы говорили, я же не говорил вам, какой интервал берем. Любой берем интервал. Просто интервал берем. Это механизм подхода к любому интервалу, к любой цене. Вот что сделан Боллинджер. И он не сказал, что вот линейно строим график, и вот если вот тут должно быть что-то, вот тут должно быть. Нет таких слов «должно быть» на рынке. Это у нас в сознании укоренилось. Должно быть. Рынок не знает, что он должен идти вверх, по нашему уразумению. Мы говорим, он должен идти вверх, а он не знает. Потому что рынок – это такое понятие огромное. Это десятки тысяч трейдеров. И все. Мало того, дальше забежать вперед такие термины «перекупленность», «перепроданность». Кто кому чего перепродал? Кто перекупил? Получается, какая-то группа совсем дурачков, которые согласны терпеть убытки, то есть они продают кому-то, а те покупают. И эти согласны, договорились, и рынок пошел вверх. Абсурд полнейший. Ладно, вернемся к этому. То есть вот это есть ключевое понимание лентболинжера. Теперь посмотрим еще один затронетный момент, касающийся лентболинжера. Я уже вам говорил, у него там четыре основных момента, которые вот мы даем. Мы даем на семинаре здесь именно вот этому пониманию. Другой вопрос, сможете вы этим пользоваться или нет? Но здесь можно параллель какую провести? Ну, для спортсменов, например, простая параллель. Ну, скажем, конькобежный спорт. Если я тренер, я вам расскажу, как коньки едут, как надо нажимать, давить, поворачивать и так далее, как стоять, как дышать и прочее. Вы все выслушаете. Но если вы не будете бегать, вы не станете не только чемпионом, вы даже кататься не будете. Вот и все. Если вы выполните все, что вам скажет тренер, вы станете олимпийским чемпионом. Ну, не все выполняют, не всегда, не та мотивация, не тот возраст и так далее. Ну, ладно. Тема такая, скажем, не очень хорошая, например, ну, не яркий. Спорт и так далее, здоровье. Ну, давайте возьмем музыку. Как приводит, например, Вильям в своих книгах. Можно обучить нотам, построением музыки, аккордов. Научить, если на гитаре там бряться, на баяне там кнопки нажимать, как складывать мелодии и прочее, прочее. И вы достигнете вот эти пять ступеней. Если вы их пройдете, вы действительно станете суперпрофессионалом. Профессионалом вы станете уже на третьей ступени, на второй. На третьей это уже, так сказать, суперпрофессионал. Четвертая, пятая это уже эксперты. Вот что это такое. Ну, здесь тоже простой пример. Я вам расскажу, как нажимать на клавиши. Если вы не приложите усилий, ничего не будет. Приложите усилия, вы научитесь играть. Вот сейчас, скажем, по телевидению там уже, если приметь так, к баяну или к аккордеону, на сцене там подпрыгают с баянами мальчики такие. Хороший, популярный, красивый, мелодия, все. Будет он профессионалом дальше, великим музыкантом? Будет мотивация, станет? Нет, так и будет прыгать. Он что-то достиг? Достиг, конечно же, уважение, почет и все-все остальное. Да, он счастлив в своем состоянии. Но он приложил огромный труд к этому. Он не просто учился играть на нем, не глядя, не сидя, а уже стоя, да еще и пританцовывая. О как! Ну, то есть вот эти моменты, они связаны уже с человеком, с психологией. Понятно, да? Вот теперь, что касается Лен Болинзера, еще картинку. Давайте, я вам сказал, вот несколько таких ключевых моментов. Я вам скажу только, может, один, два. Ну, нет времени, к сожалению. Да и не тот момент, чтобы за 15 минут объяснить вот это. Я вам объясняю подход к проблеме или к семинару, или к методу, как его надо осваивать и как вы добьетесь, чего вы можете добиться. Вот, смотрите, еще одна картинка, очень такая интересная. Давайте посмотрим. Так, вот такая картинка, знакомая всем, все из вас видят. То есть, обязательно сжатие за сжатием расширения, потом снова сжатие и снова расширение, куда, вверх, вниз или еще куда-нибудь. Не знаю, да и знать не хочу, да и вам не говорю, что вам надо знать, куда пойдет. Не нужно этого знать. Наша задача вот это понять сначала. Давайте коротко, вот буквально 5 минут вот этому уделим. Это один из ключей. Смотрите. Вот первый сигнал, прорыв ленты кверху. Видно? А теперь давайте вернемся к обсуждению. Если у нас это действительно движение, цены вверх, то ленты пойдут в разные стороны. Почему? Потому что у вас в голове, в процессе обучения должно сначала лечь на уровне автопилота. Вот это. И вы должны видеть, что при росте цены вот это увеличивается, это увеличивается, и вот это расстояние увеличится, там толкают ленты в разные стороны. Вот что это. Одно с другим взаимосвязано. Если не происходит этого движения, мы не видим дальнейшее движение. Мне это легко сделать, а вам нет. Вот так. Если мы не видим вот это движение, мы дальше пока не знаем, что будет. Но мы видим уже вот реакцию. Вот она реакция. И мы говорим, да, начался тренд. Если мы видим что-то такое же. цена пошла вверх, пробила ленту, а противоположная как была, так и двигается. О чем это говорит? Продолжит или не продолжит, мы не знаем. Но мы говорим, что вот эта связь-то не случилась. Что это? Значит, это что-то не то. Вот теперь давайте снова картинку посмотрим. Вот они сигналы. Первое, прорыв. И второе, в обратную сторону. Это значит, начался импульс. Это как раз то, что нам надо. И он будет двигаться до тех пор, и лента в обратную сторону. Как только рост цены замедлился, эта формула вспоминает о нее. Смотрите на нее. Онлайн режим не видят, но я там показываю. Вот она. Она все меньше и меньше, расстояние меньше, и лента поворачивает. Это вам первый звонок. Импульс начал останавливаться. Как только цена дальше, движение никакого не происходит, лента поворачивает второй, следующий сигнал. Первый, второй, третий, четвертый. Говорит о чем? Точно импульс закончился. А теперь нужно получить от него подтверждение. Верхняя лента вот эта. Если здесь цена двинется вверх, она будет продолжать свое движение. Значит, он говорит, что не закончился еще импульс. Подтверждения этого нет. Как только она повернула горизонтально, вот уже и подтверждает. Да, этот импульс где-то в стадии завершения. И если вот за этой свечкой следующая будет не вниз, а вверх, то вот эта лента повернет вверх. Опять же, формулу вспоминайте. И импульс продолжит, или начнется новый импульс. В данном случае, поворот этой ленты говорит о чем? Точно. Вот этот импульс закончился. Начинается сжатие. Что будет дальше, мы не знаем. Да нам и неинтересно. Мы принимаем решение снять прибыль отсюда до сюда. Сняли прибыль. И наблюдаем, что дальше будет, если говорить так вот уже о применении. Будет очередное такое расширение, пойдем в импульс. То есть появится импульс, появится следующее вот такое, как хотите называйте, пузырь, не пузырь. Но у него эти моменты, никто и никогда у них не акцентирует. Потому что не хотят знать формулу, не хотят ее понимать, и не хотят связывать ее с состоянием рынка. Вот о чем это говорит. Так. Сейчас мы эту тему. Вопрос. А какие параметры ленты Боллинжером на данном примере? Стандартные. Эта тема как раз следующая. Ну, я бы не сказал, что, скажем, давайте еще несколько времени посвятим этому вопросу. Вопрос был задан. Какие параметры ленты на данном примере? Вот у нас семинар как раз для этого и состоит. Чтобы ключевые вопросы разрешить, дать на них ответы. А как подобрать параметр этой ленты? 20, 30, 40. Говорят, 34. Я говорю, почему? Там вот написано где-то. Ну, хорошо написано. А почему там написано 34? Там написано, почему 34? Или просто так? Опытным путем это оптекаемая фраза, которая прикрывает то, чего не делал экспериментатор. Который не говорит, что если опытным путем покажи свой опыт, не пиши-то вот эту лабуду на три страницы, там, облака там жарят нос и прочее, прочее. А напиши-то, почему вот 34? Лучше это опубликовать правильно, чтобы все вопросы были сняты, чтобы логическая связь была точная от начала до конца. Так вот, этим моментом мы как раз этим занимаемся на семинарии. Вот я вам показал пример общепринятый. Ну, думаю, какая-то часть из зала может быть и пользовалась так. Но вы видели, что получается? Там, где надо покупать, мы убытки получаем, продавать. То же самое. То есть, что там, что там, неправильные логические схемы составлены. Когда говорят о лентах боллинжера. Еще раз подчеркиваю, сильнейший инструмент, один из сильнейших инструментов. А вот теперь смотрите, сейчас я вам еще один примерчик покажу. Если вы помните эту картинку, вот смотрите, покрупнее ее сделаем. Давайте посмотрим. Вот сжатие. вот прокол вниз, а лента не пошла вверх. Ложный прокол. Надо исполнять движение? Не надо. Смотрите дальше. Прокол вниз. Сигналы, начало, завершение импульса были, но завершения не было. Надо исполнять такой вход? Не надо. Движемся дальше. Еще один движение, резкое вниз. Надо исполнять? Нет, лента как шла вверх, так и идет. Опять прокол, еще один. А лента дальше как шла, так и идет. Лента отражает состояние вот этой формулы. Формула отражает взаимосвязь с ценой. И чтобы было легко понять, мы же видим, что отклонение от среднего значения не изменилось. То есть вот это движение никак не повлияло на средне квадратическое отклонение. Вот пошло вниз. И мы тут же приготовились на выход. Поставили ордер на единичку ниже на продажу. Но рынок так распорядился, что двинулся вверх. И мы не вышли из торговли и опять движемся дальше, 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 дальше. Вверх, вверх, вверх. И вот смотрите, лента повернула и продолжает. Все. Вот нам сигнал. Завершился импульс. Вот отсюда и досюда наша прибыль. Или как сказать, мы были в рынке, мы его понимали, мы его ощущали. Мы имели раз, два, три, четыре, пять вариантов выхода с убытком. И вот на этом огромном движении мы получили пять раз вход и через стоп-лосс выход пятикратный убыток вместо вот этой прибыли. Вот как читается лента и болинжера. Дальше смотрим, смотрите, сжатие опять. Опять ложный прокол, не разворачивается. И опять пошло вверх. Вот вам, так сказать, примеры, ленты болинжера. Если мы правильно читаем их, если мы правильно понимаем суть их, то мы обретаем очень ценное такое качество. Мы начинаем ощущать, что же творится на рынке. Вот ведь как. А это самое главное. Это самая главная цель. Вот в этой точке. Что творится на рынке? И мы точно можем теперь сказать, да, начался импульс. И он начался вверх, а не вниз. И мы спокойно покупаем вверх. Если мы видим другую ситуацию, вот тот пример, который показан пузырь, переверните его в обратную сторону, будет один в один. Продажа будет короткая позиция. Почему? Да потому, что это не поменяется совершенно, абсолютно. И первый посыл никак не поменяется. Что цена и отклонение. Первый посыл, цена случайная величина. Вот это самый первый посыл. Если он нашел подтверждение этому, а факты говорят, что он нашел подтверждение, значит наша логическая связь правильная. И мы теперь фильтруем убыточные сигналы. Мы работаем только по рынку. И мы не работаем, когда он стоит. В процессе ожидания мы тоже знаем, рынок остановился вверх. Что мы делаем? Мы остановимся. Но хотим прибыль снимем. А нет, так поставим стоп чуть пониже. И дадим возможность покачаться и пойти вверх. Если пошел вниз, наш стоп сработал. Но ход основной мы все равно ощутили. И мы были в рынке вместе с ним. Это уж как вам за благо рассудится. Вопросы появляются. что такое вопросы ленты пересудили. Вопросы я не вижу. Где вопрос? Хочу посмотреть. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Некоторые вопросы появились. Я уж так отвлекусь, потому что мы не реагируем на чат. Но иногда интересные вопросы появляются. Ага, а как ощутить начало импульса? Да вот так мы его ощущаем. Происходит сжатие. Ну вот, смотрите, еще раз я вам покажу эту картинку. Вилы Эндрюса, которые пишут. Нет, я об этом не говорю, я знаю, но не говорю. И отвлекаться время, тратить ваше драгоценное не хочу. Вот. Давайте вернемся еще раз. По поводу вопроса как начать импульс обнаружить. Вот смотрите, вот эта картинка это начало импульса. Вот оно. Вот оно начало импульса. Ленты расходятся в разные стороны. А цена может идти хоть вверх, хоть вниз. Если цена пошла вверх и ленты расходятся в разные стороны, значит импульс начался вверх. и он не остановится просто так вот здесь оборвется и покатился вниз. Нет. Потому что он должен остановиться и покатиться вниз. А значит вот эта картинка в точности отразится только чуть-чуть пониже. Потому что вот эта взаимосвязь определяется именно вот этой формулой, которая заложена, которая подтверждает связь цены и состояние. Смотрите, что мы говорим. В каждом конкретной точке, например, вот здесь. Вот здесь, например. Что мы говорим? Мы говорим, что вот эта точка характеризует с вероятностью 90% максимально возможное состояние цены в данный конкретный момент. Что будет дальше? Не знаем. И не хотим знать. И утверждать не будем. Пойдет вниз, развернемся. Пойдет вверх, а мы так вместе с ним движемся. А вот эта точка говорит с вероятностью 90% возможно минимальное значение вот такое. Не 100%, а 90%. Почему 90%, почему не 100%, почему, скажем, тотальный момент? Мы сейчас не можем просто по времени объяснить. Всему этому есть логическое объяснение. Здравый смысл. Вот на это мы акцентируем на семинаре. Как подобрать вот этот параметр? Почему 20%, почему 2%. Я слышал даже такое. Некоторые строят ленты с параметрами, скажем, второй параметр 2, 3, 4, и они так наславятся друг на друга, ленты такие. Человек абсолютно не понимает, когда он говорит параметр 3 или 4. Зачем ему вот эта вероятность, с параметром 3 вероятность уже вот какая. А параметр 4 это вообще не пойми что, из области фантастики. Зачем это? Где здравый смысл? А потом начать рассуждать, вот если она находится между вторым и третьим уровнем, то значит там вверх, вниз и прочее, прочее. Но так можно рассуждать, конечно, если не понимаешь сути. Вот эту суть мы и пытаемся на семинарах объяснить. Ключевые моменты, импульс начинается. еще раз картинку тут смотрим, я отвечаю на вопрос как его обнаружить. Вот она, ленты в разные стороны, и они будут идти до тех пор, пока вот этот импульс будет двигаться. Смотрим на следующей картинке, вот они пошли вверх, вот нижняя лента повернулась горизонтально, это нам первый сигнал, начало завершения импульса. повернулась навстречу, говорит, импульс уже закончен, не завершен, а просто толчок закончен. Что может быть дальше? Дальше может быть завершение и падение вниз, а у нас получилось, вот этот импульс закончился, откатилось, а ленты росли вверх, вверх, вверх. Они нам говорили, ничего подобного, это просто идет коррекция. И действительно, следующий импульс, опять, следующий импульс, опять, вон сколько этих импульсов, ни один из нас, из них не помешал нам выйти из торговли и получить убыток. При правильной трактовке этих лент, это просто фантастический, так сказать, индикатор. Вот так можно сказать о лентах Боллинжера. Вот давайте картиночку вам, чтобы она была чуть повеселее, скажем, вот она. Ну, теперь продолжим. Я бы очень не хотел, чтобы у нас этот семинар превратился в точные, так сказать, какие-то рекомендации для вас, какие индикаторы, какие часы, как эта взаимосвязь происходит. Мы этому уделяем внимание на семинарах подробно и точно и не оставляем без ответа ни одного вопроса. Потому что любая система должна выдерживать критику любую, любой вопрос. Аллигатор Вильямса является дополнительным подтверждением ленты Боллинжера. Вопрос об этом чуть позже. Потому что аллигатор Вильямса это из другой системы, тоже нелинейной, которые между собой прекрасно сочетаются. Один другой дополняет. И если овладеть этими методами, мало того, что мы видим, вот здесь нет торговых сигналов, я вам их не показываю. Хотя сам Боллинжер говорил, здесь у нас три торговых системы. Да, они здесь есть. Вы видите, я не акцентирую, что надо покупать тогда, надо продавать тогда. Нет, я акцентирую на том, что вы научились ощущать начало импульса и конец импульса. А вот входить и выходить должны быть конкретные торговые сигналы, которые надо просто исполнить. Вот и все. Об этом мы говорим как раз на семинарах. А если дополнить еще и этот индикатор или этот подход к пониманию рынка, теперь мы уже научились его ощущать с более таким мощным глобальным инструментом, таким вот, скажем, это метод Вильямса, который всеобъемлющий. Он существует и отдельно независимо, но одно другое дополняет. Тогда вы находитесь в рынке всегда, в любой момент времени и точно именно там, где рынок, и точно туда, куда он идет, или вверх, или вниз, или стоите, ждете. Вот, что происходит, если вы овладеете этими методами. Так, вопрос есть, да? Пожалуйста. Где у нас тут микрофон? Или слушаю вас. Микрофончик. Микрофон возьмите. Да. Наверх, наверх. Вот, если я правильно понял, если я правильно понял, значит, вот здесь был сигнал, правильно, где суженая момента, ну, условно. Ну, переключаем, так. Ну, вот на этом, вот здесь, да, то есть, был сигнал, вы купили и ждете, пока там, вот ложные сигналы вы не принимаете. У меня такой вопрос, ну, то есть, я правильно понял, что здесь был какой-то сигнал? Конечно. Я не вдаль. Вот на этом участке отсюда и до верха сколько было сигнала? Вот здесь? Да. Ни одного. Вот он сигнал. То есть, если я проспал этот момент, я сплю дальше уже до 9 сентября. вот я, правильно? Нет, неправильно. Вопрос понятен. То есть, вот я, нет. Смотрите, до тех пор, до тех пор, пока не появляется первый вот этот сигнал, который говорит, что началось замедление импульса. На каждой свечке вы можете загружаться хоть под завязку. Ну, естественно, стоп, держать поближе. Если вы вот здесь зашли, мы же не знаем, что дальше будет. Вот мы видим эту картинку, но если мы видим рынок вот здесь и входим, он все равно дальше идет. Надо быть разумным, понимать, что импульс, он не бесконечный. И совершенно опасно вот здесь делать вход. Вверх. Вот здесь тоже можно входить. Ничего в этом страшного нет. То есть, после получения сигнала я в любой момент... Вот пока вы не увидите первый из сигналов и еще подтверждение к нему, вы можете каждую свечку трактовать как сигнал. Другое дело, самый лучший и самый максимально потенциально, так сказать, возможный сигнал для получения прибыли это вот здесь. И не факт, что она будет вот такая огромная. Она может быть там одна, две, три свечки, а потом назад. На рынке Форекс все может быть. Мы никогда не строим прогнозы. Никогда не строим прогнозы. Мы всегда... Наша цель единственная быть внутри и двигаться с ним. Увидели первый сигнал? Опа, вот он он. Вот здесь. Приготовились. Подтверждение увидели? Все. Мы уже вдвойне готовы. Да, импульс закончился. Этот импульс закончился. Что будет дальше? Не знаем. Увидели этот сигнал? Говорим. Подтверждение, завершение импульса вот этого. И не более того. Если вот этого не увидели, а мы его не увидим только в одном случае, когда цена начнет расти вверх. Значит, мы говорим, ну хорошо, импульс закончился. Второй начался. Мы шагаем дальше с ним. Но как только мы увидели вот это, мы говорим, все, теперь не только импульс закончился, но и началось сжатие. Возможно, рынок постоит там 3-4 интервала, возможно, 54 интервала, сколько угодно. Может быть, вообще повернет вниз. Отсюда и стратегия ваша. С этой прибыли что делать? Снять или подождать, когда он развернется. Вот так трактовать надо вот понимать это. Это не то, что... Так, вот вопрос еще раз. Слева 3 черные свечки. Это сигнал к убытку. Ведь надо продавать. Вот. Вот. Раз, два, три. Нет, это никакой не сигнал. Это просто продолжение. А вот смотрите, следом за ним. Раз и повернула лента горизонтально. Это значит, вот этот импульс закончился. И вот она цена потихоньку, 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 она изменилась совсем чуть-чуть. И вот у нас внизу сигнал лента повернула. Подтверждение того, что вот этот импульс закончился. Все. Дальше, пожалуйста, либо снимайте прибыль, либо выходите, либо ждите, когда он продолжит падение вниз. А рынок передумал. Раз и повернул вверх. Вот это ответ на вопрос. Где учат построению рыночной модели? Не очень понятен вопрос. Что такое рыночная модель? Мы не учим рыночным моделям. Мы не учим рыночным стратегиям. Мы не учим ничему какому-то абстрактному. Я говорю про себя, в крайнем случае. Мы учим пониманию рынка. Ощущению. Я хочу привить ученикам ощущение рынка. И все. Это самое главное. Если я вам расскажу просто формально, вот как говорят, психология влияет на человека, он не принимает решения, значит, напишите стратегию, строго ее исполняйте, и вы избавитесь от психологии. Не хочу грубо говорить, но это полнейшая чушь. Извините за выражение, если я так вот сказал. Почему? Психологию надо понимать не страх, не боязнь, а совершенно другое. Это вот следующее. Семья мы затронем. Ей пугает всех, как страшилка такая. Ничего там страшного нет. Так вот, каким-то стратегиям научить невозможно. Рынок никогда не повторяет сам себя, даже в ближайшие минуты. сейчас мы видим вот такой скачок, как на экране у нас был. Вот этот большой. Вот он он. А рядом мы видим совсем маленький. А здесь вот смотрите, отсюда и вниз совсем маленькое колебание. И профессионал, я вас уверяю, если мы работать будем совместимо с двумя методами, он вот здесь немедленно развернется, вот здесь в самом лучшем месте. и вот этот ход будет его. Пока он не увидит ложный прорыв, смотрите, прорыв вниз, а лента не реагирует. И вот здесь он уже развернется вверх. И следующий шаг будет его короткий, длинный, не знаю какой, но будет точно, потому что рынок пошел вверх. Вот так, это я отвечаю на вопросы. Вы так и не ответили, на каких периодах и какой паре лучше торговать. Ну хорошо, я вам сейчас покажу просто картинку. Я вам сейчас просто покажу картинку. Куда у меня мышка убежала? Ну ка сюда и так вот сейчас я подберу картиночку вам вот здесь. не хорошо. Вот смотрите. Знакомая картинка. Вот неделя. Простая линия. Вот день. Раз, два, три, четыре, пять. Вот что мы уже видим. Если мы посмотрим глубже четыре часа, то мы уже видим не просто линию какую-то или вот здесь не просто линию, вот линия, да, а мы уже видим ее, вот что такое. Чуть покрупнее это выглядит будет вот так. Вместо вот этого дня, вот она линия, вот что мы видим. Если мы еще крупнее заберемся, вот если день, четыре часа, смотрите, вот она видит, какая становится. если мы еще глубже заберемся, четыре часа на один час и так далее до бесконечности до тех пор, пока позволяет рыв, до тика. И я вас уверяю, что вот такие картинки будут у вас всегда на минутки, на часах, на тридцати минутах, на днях. Это зависит от того, как вы способны терпеть страх и жадность. Бороться с этими недугами, так скажем. Почему? Потому что можно вот это уже убрать, наверное. Потому что когда вы входите вверх, вот у вас рынок идет, я так уже буду рисовать его, ленты начали разворачиваться, вы даете сигнал, на вход. Вы ставите стоп обязательно, об этом совершенно отдельная тема, не будем даже ее касаться, но вы оставите вот здесь, где-то, защитную свою функцию, а вдруг он разговаривается и вы проморгали. Так вот, на минутном графике это будет выглядеть 3, 5, 10 пунктов, на часовом там 30, 40, на дневном 50, 100 пунктов, вот эту величину, какую вы готовы терпеть? Вот тогда и принимайте свой интервал, который вы способны работать. Но самый интерес заключается в том, что если у вас вот день, вот у вас будет, грубо говоря, 4 часа шагать, вот у вас будет, например, 30 минут шагать, и если вы будете находиться, давайте возьмем какую-нибудь такую не совсем интересную картинку, вот эту точку, у вас все хорошо, день вверх, это вверх, и здесь вверх, вы купили и успокоились, прекрасно, а рынок взял и шагнул вниз, и на вас нагнал такого жуткого страха, если вы не видите картину полную, вы вот этого никогда не увидите, что он потом качнется и пойдет дальше, потому что этого нет пока, но ваше действие закрыть позицию, или наоборот, а вдруг он развернется, вы ждете раз, он развернулся, ой, хорошо, слава Богу, подходит он а он опять падает вниз, теперь уже вторая такая волна вас говорит, нет, я ошибся, черт побери, разворачиваясь иду вниз, вот здесь, а он недолго думая пошел вверх, такая ситуация знакома всем, из вас наверняка большинство, почему, вот опять вопрос тот, который сам начальник задал, почему, да потому что вы не ощущаете рынка, вы не видите его, вы вошли в него, а он повернул вниз, а вы не увидели, что повернул, надо было и вам тоже повернуть вот здесь вниз, вот здесь, маленьким убытком или с прибылью, пусть с убытком, но повернуть вниз, он повернул вверх, и вы поворачиваете вверх, если вы на этом интервале работаете, он повернул вниз, и вы поворачиваете вниз, опять повернул вверх, и тоже самое вверх, если вы на этом интервале, вы вот здесь один всего лишь шаг выполняете, всегда будете в прибыли, всегда, у вас всегда будет ощущение понимания, состояния, уверенности, вы не должны думать о деньгах, о доходах, это последнее дело, как только центр внимания перемещается в доходы, все, вы уже, ваши мысли вас увели в сторону, вы уже не видите рынка, сигналы есть, но вы их не видите, потому что мысли ваши заняты другим, это тема уже следующего семинара, так вот, что касается периодов, выбирайте то, что вам по душе, но главная цель, не сам период, а главное, ощутить рынок, зайти в него и с ним шагать, есть у Боллинжера еще несколько прекраснейших приемов, ну просто у нас времени нет, вот таким образом, да, мы сейчас сделаем еще один короткий перерыв и потом посвятим второму семинару, ну а по поводу лент Боллинжера я вам хочу сказать, что это главное, так сказать, ну ключевые моменты, но применение есть, вот я говорю, четыре великолепных момента, где ленты Боллинжера, ну просто дают фантастическое понимание, ощущение рынка, и это должно стать вашей главной целью, давайте сделаем перерыв, но пожалуйста, только покорректней, вот в 20 минут мы продолжаем, и переходим ко второму семинару. А что можно посчитать Боллинжера, самого? Конечно.